Пять лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Такой вердикт Фемиды в отношении белоруса и россиянина, которые пытались рассчитаться в магазине поддельной иностранной валютой. Речь идет о российских рублях и долларах. Во время следствия было установлено несколько подобных фактов. Товарищи расплачивались фальшивками в придорожных кафе, но в итоге погорели в одном из магазинов Борисова. Продолжит тему Александр Камович. В поле зрения оперативников фальшивомонетчики попали в конце прошлого года. Работали подозреваемые по Витебской и Минской области. Чаще подделки распознавали и не принимали, однако были случаи и более удачные для злоумышленников. Так установлено, что водитель автомобиля «Лексус» расплатился в кафе Борисовского района поддельной купюрой в 5000 российских рублей. Следствием установлены сразу несколько фактов, когда фигуранты уголовного дела пытались сбыть поддельную иностранную валюту. В основном они расплачивались в придорожных кафе, а вот взяли подозреваемых в момент того, когда жена одного из них попыталась купить обувь в магазине Борисова. Женщина попыталась расплатиться купюрой в 100 долларов и 5000 рублей. Именно такими знаками и промышляли злоумышленники. Кроме этого у нее обнаружили и изъяли две банкноты Центробанка России. В дальнейшем при осмотре «Лексуса» у подозреваемых обнаружили еще порядка 10 поддельных купюр. Как выяснилось позже, женщина не знала, что в ее руках фальшивки, и проходила по делу как свидетеля. А преступный умысел россиянина и белоруса доказали в суде. Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение в отношении гражданина Российской Федерации, который действует совместно с гражданином Республики Беларусь, имея единый умысел и общую цель на хранение с целью сбыта и последующий сбыт поддельной иностранной валюты. Соответственно, будучи на территории Республики Беларусь, хранили поддельную иностранную валюту при себе и сбывали путем осуществления различных покупок. Согласно приговору суда, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года по части 1 статьи 221 уголовного кодекса с конфискацией имущества и на основании части 2 статьи 221 уголовного кодекса назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества. Добавлю, что во время следствия фигуранты пояснили, преступный дуэт спелся в декабре 2017. Предложение поступило одному из белорусов после поездки в Москву на заработки. За каждую сбытую поддельную купюру товарищам. Полагалось вознаграждение 20% от номинала. Сейчас следователи устанавливают личность организатора канала фальшивых денег. Это дело выведено в отдельное производство. Где и кто выпускал эти фальшивки, не сообщается. Александр Камович и Виталий Селявка. Зона Икс. Продолжение следует...